у нас получился получилось оборванное видео там где мы вас поздравляем с первым сентября с первым днем осени днем знаний желаем еще раз прекрасного настроения замечательного месяца замечательной осени радуйтесь каждому дню улыбайтесь и пусть все у вас будет хорошо а мы со своими чихуашечками передаем вам большой привет все кушают овощи где позавтракали кушают овощи у нас очень-очень жарко настоящее лето обещают похолодание ну так и должно быть это все-таки осень все равно еще будет очень тепло мы радуемся каждому дню каждому солнечному дню и чаще улыбайтесь пусть все у вас будет очень хорошо а мы начнем передавать сейчас приветики с нашими собачками с нами гуляют все кроме расшельки расшелька не захотела она с утра гуляла но там с дочкой дома вот так ну что поехали амиго амиго адиос амиго передает свои мамулечки большой привет мамочка у нас все хорошо растем это наша красавица антарктида тита маму ли большой привет чемоданчик собран это наша мадера радуся в шоколаде радостный ребенок мягкий ребенок тоже чемоданчик собран и скоро в путь дорожку маму ли привет пока играемся занимаемся все у нас хорошо ромчик ромео эй ты чучундрик маленький вот этот красоту мама привет скажи мне тоже чемоданчик собран я уже готов с тобой переезду новый дом так здесь у нас все мило и ничка кушает морковку умная моя собака девочки красавицы ничка напомню дочь нашего елисея феодосия дочь нашего елисея красотуля юля хотя кто же со всеми здесь вроде как похоже но она дочь мажора жасминка покормила детей и тоже кушает морковку так поехали малыши тоже кувыркаются так красавчик шекспир мамулечка папулечка скажи вам большой привет вот он наш красивый зайчик ушки отклеили сейчас все поправим сейчас все поправим красоту наведем малыш прекрасно себя чувствует и передает мамочки привет малыш никола этот серенький волчок нашел свою мамочку и вчера как мы вам вчера всем сообщали и уже собрал свои вещи чемоданчик и вот-вот несколько еще какое-то время и мы уезжаем к мамулечке пока мы общаемся пока вот смотрите смотрите скажи я люблю у всех все отжимать вот и увидел морковку ролик сороля роля нельзя бежать мальчика нельзя бежать давай скажи меня нельзя бежать я такое я могу я могу скажи такое вам сдачу дать что вы себе даже не представляете вот это кроха он такой шкодный такой же крошечный да мои сладкие передает николочка привет маме на все хорошо все замечательно так и что я всех уже назвала никого не пропустила а где наша красавица ванесса которая единственная осталась у нас в продаже из деток которые готовы к переезду это буквально еще какое-то время вот она красавица ванесса ванесса белая девочка вот она очень красивая ей три с половиной месяца она ребята стандартного размера и пока временно она еще в продаже это дочь нашего елисея кто следит за нашими видео знаю что она должна в принципе остаться у нас потомники на ночь для меня милковата чертами весами так думаю на два с половина килограмма ну девочка идеально белая не кремовая вот она с кремовым мальчиком бежит из очень маленькими пятнышками на ушках и посерединке на лобике у нее такое счастливое пятнышко такого называют кремовая она не станет у меня нет ни единого пятна по всему телу на очень красивая ровная спина хвост серпиком морда шикарная уши зубы 6 на 6 ножницы ну красавица на самом деле на сегодняшний день она обещает быть шикарной ну пока она в продаже почему у нас уже есть несколько дочек елисея и хотя у нее очень интересной крови по маме ну из-за размера все таки пока я смотрю ее в продаже может быть на обмен на другую не на обмен прямой а если девочка переедет найдет свою мамочку то тогда мы приобретем себе другую девочку других кровей но буквально вот сейчас смотрю еще буквально пару недель потому что она стала так хорошо расти хорошо кушать не на мне конечно очень нравится девочка если продаваться буду продаваться за ту цену за которую я нашла себе другую девочку поэтому это продаваться она дорого кому интересно спрашивайте вот она красотка документы ркф клеймо в паху полностью привита и готова к переезду родилась 18 мая и три с половиной месяца так пойдемте ребят пойдем побежали 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 так гуляем гуляем вот и ничко и сестра вот феодосия и сестра они конечно от других мам абсолютно и просто то что белые конечно не разные вот она вот они все белые мои сестренки наши сестренки красотинки рада вот она девочка ну прям она хорошей на глазах и и поэтому еще раз хочу сказать что в нашем питомнике все дети зарезервированы либо проданы а филечка делает обратно чих вот всегда когда у меня собаки делают я стараюсь показать вот это такая вот такой вот звук как будто хрюкает обратно видите чтобы если у вашего щенка или у собаки такое происходит вы не бежали не падали в омрак что ваша собака там что-то с ней случилось в интернете пишут и сердце если что хочешь то обычный обратный чих это делать абсолютно все чихуахуа с возраста трех месяцев кто-то раньше кто-то позже и делают все собаки у которых топ 90 градусов короткоморды не обязательно короткоморды у которых переход от олба к морде 90 градусов заглатывают слюну и вот так вот выхрюкиваются в разных позах у разной интенсии кто-то чаще делать часто еще делать это могут собаки когда они радуются там или наоборот там возбуждены либо кстати толстые собаки тоже подхрапывают часто и вот так чаще идет на что я обращала внимание вот чем помочь можно просто погладить по горлышку принципе трогать собаку не надо он отхекается сам вот можно закрыть носик пальцем и открыть рот чтобы собака вдохнула через рот потому что собаки дышат через нос всегда вдыхают через нос если у них нос дышит они вдыхают через нос поэтому можем помочь открыть ротик вот так давай покажу как то есть вот носик нужно закрыть а ротик открыть нажать на корень языка чтобы от хекнулся обычно я так делаю ибо вообще не трогать собака сама справляется в этом нет ничего страшного так у нас он роля вообще хрюкальчик постоянный нос короткий вот но это не зависит от длины морды абсолютно от обратных чих никак не зависит только вот конечки по длине мордашка да кстати кто-то спрашивал о что значит по длине мордашка ну давайте еще раз объясню очень хуахуа на сегодняшний день в моде в моде до короткая морда как вот как у нашей жасмин жазы покажись то есть вот по соотношению голове да вот мордаха укороченная например у нашего жорика мажорика короткая вот у вот этого малыша у николы короткая мордашка у нас обычно как бы у всех вот на артюш его артюши эти укороченная бульдожи ее называют как угодно классическая мы называем морду как в принципе у всех остальных вот что-то среднее анечка покажись моя красавица все ты у меня звезда моя я тебя всем пример привожу и не на посмотрите энигма вот эта девочка посмотрите какая голова какой-то она пошли вот но длина морды от перехода до мочки носа ну так вот если мы сверху посмотрите на длине она у нее не длинная она у нее очень правильно называют ее старотип на настоящих уахуа на любителя кто-то любит более вытянутую мордашку кто-то главное мы смотрим на голову породность то есть это если просто бывает в интернете смотришь любая дворняшка это там чихуахуа или ту интерьером любого маленького размера нет посмотрим на породные чихуахуа это ярко выраженная порода и и перепутать в принципе сложно вообще с кем-то почему мы говорим голова яблока тоже раньше не особо понимала то есть вот сверху вот эта головка иди ко мне феодосии вот это вот часть вот это вот она должна быть просто круглой длина морды особого значения не имеет кто-то на выставках и студии любит более классический тип не должна быть очень длинной она не должна быть в принципе очень короткой а которые вот прям мега короткие бывают прям вот чуть ли не как не пекинесы как хины чаще всего это скорее всего наверное специально выведенная такая короткая морда естественно с подливанием пород других это однозначно как бы еще по-другому укоротить то морду вот но мода мода конечно сами мы в этих этим не занимаемся в наших питомниках мы приобретаем и получаем собак только чистокровных но кто-то с этим наверное стики занимается не всегда интересовал вопрос да мои красивые собаки вот такие вот хрюшечки красивые дуал юлечка наша но скоро у нас начнется сезон течек ребята собак мы вяжем один раз в год очень редко мы бывает вяжем подряд по возможности смотрим на собаку вот по ее состоянию и тогда потом она естественно делает перерыв и вот на ближайшее время у нас планы плану течки сейчас начнутся у кого-то первое у кого-то пустая пропускная да такая течка вот поэтому веселье начинается мальчишки уже вон поднюхивают но мы пока никого не вяжем поэтому в нашем питомнике в ближайшее время именно у нас не ожидается никакого пополнения только детки от наших кобелей от кобелей у нас растут дети будут алиментные щенки у нас были вязки есть уже щеночки поэтому следите за на моими предложениями если вам кто-то нравится я воссоединяю с хозяином и вы продолжаете диалог я лично не продаю всех подряд собак этот собак щенки только в наших крови от моих кобелей и то как бы опять же не я их продаю продается непосредственно заводчик я их только могу вам показать иногда я продаю алиментного щенка это щенок которого я забираю завязку как расчет завязки но на сегодняшний день в нашем питомнике еще раз повторюсь в продаже белая девочка ванесса которая продается очень дорого и у нас есть малыш которому сегодня 32 дня из помета жасмины и космоса мальчик эмин лиловый 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 длинношерстный иди сюда вот это наша ванесса которая здесь ходит с папой и с космосом да и малыш лиловый эмин для резервирования открыт продается тоже очень дорого но на моей страничке смотрите еще раз если вы в ютубе листайте видео либо пишите мне плюс 7 9 7 8 745 5 80 62 я покажу детей которые есть продажи вот моих кобелей все в симферополе в крыму доставка по россии оговаривается индивидуально зоокурьером золо такси вот зоокурьером такси поедет малыш красавчик там все наклеечки сниму сейчас никола так же поедет шекспир только чуть позже но в принципе у нас практически все дети которые из крыма выезжают они едут зоокурьером бывает конечно забирают сами владельцы если есть такая возможность но на сегодняшний день не каждый же может с другого конца страны приехать поэтому для этого есть специальные перевозчики это наша любимая ничка моя куколка моя красавица и моя радость да на солнышке стоит греется на этом я буду заканчивать это видео хочу пожелать вам еще раз прекрасной осени хорошего настроения добра тепла любви пусть исполняются все самые лучшие и добрые ваши желания и начинания а мы со своими чихуашечками любим вас кому интересно оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал чихуахуа костропула крым мы есть в ютубе мы есть в инстаграме я есть в контактах в фейсбуке екатерина ковалева заводчик питомника чихуахуа костропула до новых видео до новых встреч всем пока с нами еще гуляет чихуся наша старушка филечка все гуляют всем пока люблю вас с уважением